Здравствуйте! В прямом эфире информационная программа Вести Кабардино-Балкария в студии Залина Суанова. Основные темы выпуска. Кто в лесу главный? Охранять и защищать лес по госконтрактам будут лесничества, а Госкомлес координировать и контролировать их деятельность. Несколько прививок и полная защита от полиомиелита. В Кабардино-Балкарии завершен первый этап вакцинации. Медики готовятся к следующему. Три красные звезды, два ордена Отечественной войны разных степеней. Медали за отвагу, оборону и освобождение городов. Мы увидели, что горели села и города. Немцы начали бомбить наши города и села. Дальше. Началась эвакуация населения вглубь страны. И они бомбили эти эшелоны беспощадно. Боевой путь ветерана Малинина. В интервью нашей программе он прокомментировал отдельные положения послания. Особенно хотелось бы отметить, что глава Габардино-Балкарии не оставил без внимания сегодня сферу религиозной деятельности. То есть он озвучил момент строительства нашего религиозного образовательного центра, который сегодня имеет большую актуальность. Образование – это наше спасение. То есть все беды, которые мы сегодня тем или иным способом встречаем, это исходит от невежества. От невежества, незнания нашей религии. Мы возлагаем большие надежды на получение полноценного образования. И, естественно, донесение до людей повышения уровня нравственного воспитания, уровня образования жителей нашей республики. Продолжаем выпуск. В республике завершен первый этап вакцинации детей от полиомиелита. Он прошел в рамках Европейской недели иммунизации. Врачи Габардино-Балкарии принимали до 300 малышей в день. Второй прививочный этап намечен на конец мая. Медики уверяют, проведение нескольких раундов направлено на полное искоренение опасного вируса. О необходимости проходить вакцинацию наш специальный корреспондент Марина Ярославская. Даже хорошо подготовленная и проведенная кампания по иммунизации не может защитить всех детей. Особенно тех, кто родился между так называемыми прививочными раундами. Есть дети, уязвимые для заражения диким вирусом. В первой детской поликлинике иммунологи призывают не игнорировать национальный календарь прививок. У нас по нашему региону продолжает циркуляция дикого штамма полимелита. И поэтому, чтобы наших детей обезопасить, мы устраиваем дополнительную иммунизацию по вакцинации от полимелита. Был проведен анализ коллективного иммунитета и обнаружилось, что в основном самым уязвимым возрастом оказался этот возраст с года до трех лет. Дети получают прививку оральной полиовакцины, ослабленного вируса, который провоцирует выработку иммунитета у человека и защищает, таким образом, организм от возможного контакта с диким, вызывающим болезнь вирусом. Прививая детей вакциной против полимелита, несколько раз у врачи добиваются полной защиты. С каждой дополнительной дозой иммунитет ребенка против опасного заболевания растет. Я думаю, что это обязательно нужно делать. Здоровье детей – это самое главное для нас. Риск того, что дикий вирус полиомелита может быть завезен из соседних стран и может начать размножаться, сохраняется. В России последний случай заболевания с подозрением на полиомелит выявлены в Дагестане и Чечне. 32 случая инфицирования диким полиовирусом обнаружены два года назад. Марина Ярославская, Слан Карданов, Вести, Кабардино-Балкария. Основной задачей лесоводов Республики, бывая, остается охрана лесов от пожаров, защита от вредителей и болезней, а также воспроизводство лесов. Однако со вступлением в силу Лесного кодекса России функции Госкомитета КБР по лесному хозяйству изменились. Теперь ведомство не распределяет работы по охране, защите и воспроизводству, а координирует и контролирует деятельность лесничеств, с которыми заключаются госконтракты по итогам электронных аукционов. С подробностями Елена Кушхова. В 2006 году руководство КБР приняло решение о создании Государственного комитета по лесному хозяйству. В каждом районе было сформировано соответствующее управление. Именно на их плечах совместно с Кабардино-Балкарской лесной охраной лежит ответственность по защите зеленых насаждений от пожаров, их предупреждению и тушению. С момента вступления в силу в Россию Лесного кодекса функции Госкомитета Республики существенно изменились. Они стали носить скорее надзорный и координирующий характер. При этом ведомство прекратило заниматься распределением работ по охране, защите и воспроизводству лесов. Сформированные государственными учреждениями лесничествами лесные контракты сдаются в программу АЦК госзакупок при Министерстве финансов Кабардино-Балкарской республики. После обработки Министерством финансов КБР эти заявки передаются в Госкомитет по закупкам для дальнейшего размещения в электронных торгах. По результатам открытых аукционов наши государственные казенные учреждения и победители этих аукционов заключают государственные контракты. Только в этом году по результатам открытых аукционов уже заключено 9 государственных контрактов на охрану, защиту и воспроизводство лесов одновременно с продажей лесных насаждений для заготовки древесины. Речь идет о строительстве и эксплуатации дорог, подъездов к водоемам, устройства и обновлении противопожарных минерализованных полос, посадке деревьев и подготовке почвы. В обязанности организации входит даже благоустройство отдыха населения. За каждую работу победители аукциона отчитываются перед государственными инспекторами лесничества и отделом лесного контроля и надзора Госкомитета. Полномочия по обеспечению федерального государственного надзора, лесного надзора и федерального государственного пожарного надзора наделены работники Госкомитета Кабарния Балкарской Республики и работники государственных казенных учреждений. Сохранение и приумножение лесных богатств в Кабарния Балкария считают ведомствием. Возможно только при соблюдении развития приоритетных направлений в ведении лесного хозяйства, рациональном использовании лесных ресурсов, сохранении экологического равновесия, предотвращении неблагоприятных природных последствий, а также предупреждении негативного воздействия на окружающую природную среду в Кабардино-Балкарской республике. Елена Кушхова, Наталья Булат, Асламбима Мхегов. Вести Кабардино-Балкария. К другим темам. Нордкалинское перерабатывающее предприятие «Агроплюс» постепенно выходит в лидеры на российском рынке. Мощности завода уже сегодня позволяют вырабатывать до 30 миллионов условных банок консервированных овощей. Секреты успешного производства в материале нашего специального корреспондента Сафара Гиреева. В эти дневные поля хозяйства закладываются основой будущего богатого урожая. В ассортименте томаты, перец болгарский, горький, стручковый, горошек, огурцы – компоненты к своей консервной продукции завод выращивает сам. Самым перспективным способом полива овощных культур является капельное ращение, при котором осуществляется дозированная подача воды, а также необходимых удобрений непосредственно к корневой системе каждого растения. Одновременно с высадкой саженцев агрегат протягивает вдоль ряда и шланг под капельное ращение. Это совершенно новая технология. Ежедневно, когда агрегат высаживает порядка полтора гектара, что если пересчитать на все агрегаты, 10 агрегатов – это 15 гектар. 15 гектар – это одна поливная клетка. И вечером милиораторы уже поливают данную рассаду и начинают проживание. То есть при такой работе, при такой организации труда проживаемость рассады примерно где-то 99-98%. Площадь по томаты в этом году увеличена. Востребованность продукции велика, а значит есть возможность увеличить и производство. Выращивается растение брикетов и высаживается в них же. Применение новой технологии и здесь позволяет выполнить работу качественно и быстро. Пока в мире бушуют страсти по овощам, напичканным химией, пока страны Евросоюза разбираются с их экспортом и импортом, на полях Кабардино-Балкарии кипит работа. Овощеводам в нашей республике некогда заниматься политикой. Вот поле их политической деятельности. Для этих людей самое главное сегодня высадить вот такой куст в плодородную почву, выходить этот саженец и получить хороший урожай. Большую помощь овощеводам оказывают и зарубежные ученые аграрии, которые приезжают по договору с руководством концерна. Техника тоже лучшая у них в этом году. Всегда хозяин покупает лучшую новую технику. Очень нормально. Все, да, так как должно это все быть, так и это все есть. Новая техника, надо за всем посмотреть, чтобы это все работало, как должно работать. Ну, так очень все сейчас идет хорошо. Знаменитые Котлеровские теплицы. Ныне они служат агроконцерну, снабжая подразделения самым разнообразным ассортиментом посадочного материала. В первую очередь упор делается на качество рассады. Сорта они сами подбирают. Мы вот посеяли, вот вырастили, теперь они нам сажают, высаживают рассаду. У нас технология поливы, подкормки, против болезней работаем, вредителей. И вот подкормка. Вот сейчас вот идет там в теплице подкормка минеральными удобрениями. Благодаря деятельности Агрополюса в Майском районе сотни людей смогли найти на полях и теплицах работу. Станичникам работа нравится. Не уезжая далеко, можно существенно пополнить семейный бюджет. Сафар Гирейф Анатолий Дереко. Вести Кабардино-Валкария. К другим темам. Ветераны Великой Отечественной через 67 лет помнят каждый день войны. Как защищали родные земли, как атаковали в Европе, какой ценой далась победа. Анатолий Малинин воевал с первых дней. 9 мая 1945-го встретил в Чехии. За героизм и бесстрашие у Малинина три красные звезды, два ордена Отечественной войны разных степеней. Медали за отвагу, оборону и освобождение ряда городов. О боевом пути Анатолия Малинина, Наталья Булат. И по этой карте я со своей батареей двигался вглубь страны. Вот эти точки – это цели, которые фриц нанёшь в своё расположение, а я потом по ним стрелял. Немецкие карты артиллерист-десантник Анатолий Малинин хранит до сих пор. Ему они достались от советских разведчиков. Свои огневые позиции фашисты наносили на бумагу с особой точностью в жизни. По ним уж грех было промахнуться. Здесь стояли мои четыре пушки. А вот линии, куда я стрелял. Подсобственно стрелял. Тут было полно немцев, полно. Вот по ним я и готовил исходные данные для стрельбы и по ним стрелял. Это было много позже, в 43-м. А в самом начале молодые офицеры-артиллеристы ещё не до конца понимали, что такое война. Мы увидели, что горели сёла и города. Немцы начали бомбить наши города и сёла. Дальше началась эвакуация населения вглубь страны. И бомбили эти эшелоны беспощадно. Там был кошмар. Мама потеряла своих детей. Кричит мама, она кричит Коля. Вот тут мы поняли, что это настоящая война. К моменту нападения на Советский Союз гитлеровская армия была сильнейшей в мире. Вооружение фашистов на порядок превосходило имеющийся советский арсенал. Были такие случаи, когда не хватало вооружения. Немцы были вооружены уже автоматами, шмайсер, а наши солдаты винтовкой. Танки у нас были очень плохие, медленные, неразворотливые, плохой бронёй. А у немцев уже были хорошие танки. Вообще немцы к этой войне очень хорошо подготовились. Очень хорошо. А мы не были готовы к войне. На разных фронтах он прошёл почти всю войну. Только раз на полгода выпал из обоим и подкосило четвёртое ранение в ногу. Первое было в голову тогда. От смерти спасла Каска. Нога восстановилась, но стала короче на 2 сантиметра. Кости после срослись неправильно. Малинина это не остановило. Опираясь на трость, он вернулся на фронт. Своей любимой наградой называет медаль за отвагу. Ветеран получил её в битве на Курской дуге. Маршал Рокоссовский отдал приказ любой ценой отбить и удержать высоту 252.0. С неё просматривались все немецкие позиции. Задание со своим батальоном Малинин выполнил. Службу Отечеству герой продолжил и после войны в военно-воздушных войсках. За его плечами 235 прыжков с парашютом в мирное время. Почётный гражданин Терека в 2004 году Анатолий Малинин вошёл в энциклопедию лучших людей России. Наталья Булат, Адмир Сабанчи, Вести, Кабардино-Балкария. Здравствуйте! Сегодня ко всероссийской акции «Георгийская ленточка» присоединились в город-администрации и более 30 детских и молодёжных организаций. Стартовала она по традиции митингам и пактникам Вечного огня. Здесь выступили представители Совета ветеранов и мэрии. Школьники исполняли песни и стихи, посвящённые Дню Победы. В эти минуты торжественная часть открытия акции завершается. После волонтёры приступят к раздаче двух колор, а их более пяти тысяч. Получить «Георгиевскую ленточку» горожане смогут в любой точке города. Залина? Спасибо, Осман! Из-за Тазукинского осада, где в эти минуты проходит акция «Георгиевская ленточка», на прямой связи был Осман Казаков. Это была последняя информация выпуска о развитии событий в 17.30. Я напомню, что все новости нашей программы вы можете найти на сайте вестикабер.ру. Удачного дня и до встречи! Субтитры подогнал «Симон»!